За чистый город активисты освободят пешеходную зону вокруг метро Садовы от незаконной рекламы. Петербуржцы постоянно жалуются на то, что именно в этом районе больше всего сомнительных объявлений на тротуарах. Вместе с активистами очищать улицы вышел и корреспондент ЛФ-78 Евгений Журавлёв. Женя, много ли людей пришло очищать асфальт от рекламы? Лена, приветствую. Достаточно много. Сейчас мы насчитали 25 ребят, которые откликнулись на призыв активистов, чтобы очистить улицы города от рекламы. Очищают они тротуары с помощью специальных реагентов. Вот посмотрите, на первый взгляд можно было подумать, что нельзя очистить город от таких надписей, но оказывается, что можно. Используют вот такие баллончики, их можно купить. Прыскают на надписи, и буквально за несколько минут они растворяются. Покажите. Как это действует? Закончено. А, здесь уже закончится. Ну, мы сейчас пройдём немного дальше. Посмотрим. Ну, посмотрите, здесь практически всё уже убрали. Вот, ребята растворяют эти надписи. Насколько сложно их удалить? Да, не очень сложно. Баллончик хороший. Ну, метро Садово – одна из наиболее заполнённых такой рекламой мест, и мы сейчас пообщаемся с экспертом от активистов. Это Александр. Александр, здравствуйте. Почему вы занимаетесь этим, почему вы удаляете эту рекламу? Ну, реклама незаконная, она не украшает наш город, который самый красивый город в мире, я считаю. Обращение граждан, общественных организаций постоянно идут и в адрес и губернатора, и законодательное собрание. Ну, вот, пришли обращения в Российский народный фронт, и мы решили откликнуться и убрать. Ну, всё-таки, что это за реклама? Она незаконная? Как вы это определяете? Это легко определить. Во-первых, на асфальте законной рекламы нет принципиально. У нас есть специальный клиент по печати, и рекламе мы запрашивали, и законно она является или незаконной. Ну, вот. И обратите внимание, смысловая нагрузка – это реклама. Это услуги 24 часа интимные, услуги в городе, в основном такого плана мероприятия. И это, кстати говоря, разращает нашу молодёжь. С чего допускать нельзя. Мы, в конце концов... Как вы боретесь? Это можно только стирать, или можно обращаться в полицию, или в другие органы, которые могут возбуждать какие-то дела? Вы знаете, нам, когда обращаются граждане общественной организации по этой проблеме, они обращаются везде. Но мало кто реагирует, к сожалению, сегодня. Ну, вот, поэтому мы решили к этому подойти в индивидуальном порядке. Я думаю, эта инициатива будет подхвачена всеми структурами, которые должны убирать улицу нашего города. Если что, мы им поможем. Спасибо. Ну, я отмечу, что дальше активисты будут работать на Невском и Лиговском проспектах. Но всего они работают постоянно во всех 18 районах города и стирают не только рекламу на тротуарах, но и срывают объявления со столбов. Лена. Да, большое спасибо. Мой коллега Евгений Журавлёв от метро Садовая, где активисты очищают тротуары от нелегальной рекламы.